Приветствую вас Екатерина. Вы знаете, с той стороны очень похоже на то, что человек просто-напросто на вас обижен, свои обиды не опускает, либо не хочет опускать, либо не может опускать. В принципе одно и то же по сути, по факту. Вот. И соответственно эти обиды им леются. Вот. И соответственно лелея своей обиды, человек по сути дела оказывается подчинен вот тем действиям, которые он делает. Безусловно, это не точно, но на мой взгляд, значит, его девушка, как бы это правильно не звучало, поддерживает. Его в этом, вот, то есть, ну, поддерживает его, его, эти начинания, вот. Разделяя, разделяя желание как-то вот вас дискредитировать. Вот. Ну, и так далее. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Для нас, как для психологов, очень важное ваше состояние. То есть не, не состояние вашего мужа, а именно ваше состояние. Именно ваше переживание нам важное, в первую очередь. Не переживание вашего мужа, а ваше собственное состояние. И, соответственно, вот, относитесь, пожалуйста, с пониманием к тому, что я у вас сейчас спрашиваю. Вы пишете, почему бывший муж вмешивается в мою жизнь? А как происходит конкретно вмещательство вашей жизни с вашей стороны? Вот именно с вашей позиции, как это происходит? Как кто-то может вмешаться в жизнь кого-то, если тот в жизнь, кого вмешивается, этого сделать не позволяет? Вот на этот вопрос, на мой взгляд, вам нужно для себя ответить. Это Именно, именно, именно. Это Сумляются, ввы, определенность. То есть, именно то, что вы сами включаетесь в этот процесс, процесс того, что муж вмешивается в нашу жизнь, именно тот факт, что вы сами включаетесь, и как раз таки является такой вот достаточно серьезной проблематикой. На мой взгляд, на мой взгляд, проблема именно в этом заключается. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Дальше. Вы пишите. Значит, всяко гадит. Вот мои странички. Запискал видеоролик, что мой эксперт и жюлик. Но я начала переживать. Зачем мне такие парлянки устраивали? Чтобы здесь поработал, если угодно, именно с вашим переживанием. То есть, что конкретно у вас вызывает переживание? И по какой причине? Что именно вас беспокоит? Вот это я бы, на это я бы обращал внимание. Ну, ваше внимание обращал бы еще. И поработав с тревозерцем, я как раз таки и думаю, мы смогли бы увидеть вашу проблематику. И решить ваши проблемы психологически. Как минимум, немного самоуверенно звучит фраза. Аппо? Что? Он знает? Что я не верну. Никто этого не может. Даже вы. И... Возможно, у него есть надежка. Возможно, у него есть желание что-то сделать вам, чтобы починить вас, покорить вас. Как-то восстановить, по его мнению, справедливость. если можно так выразиться, конечно. Вот. Хотя... тут... тут... именно о справедливости, мне кажется, вести речь не совсем уместно. вот. Ну... тем не менее. А... я повторюсь, не столь важно, почему человек так поступал. гораздо важнее, чем обословлено, такая ваша на его реакция. вот. это... гораздо... более... важный момент здесь. на этом... на этом и... постарайтесь... сосредоточиться. и... и... мы вам... конечно же... поможем... разобраться... с... тем, что вас беспокоит. мы поможем вам разобраться с вашей... тревожностью, может быть, даже болезненностью в этих ситуациях. на этом все. я... надеюсь, что... это... было... вам... полезно. я... желаю вам... всего самого 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 доброго. я... желаю вам... до... удачи. и... надеюсь, что... эээ... ваша проблематика будет... решена. всего вам... самого... доброго! Продолжение следует...